Проверка автомобиля на дороге закончилась потасовкой и возбуждением уголовного дела. В центре скандала оказался пьяный водитель, а также его жена и ребенок. Все произошло в районе поселка Новоразводная. Внимание инспектора привлек автомобиль, который двигался на невысокой скорости с включенными аварийными сигналами. После остановки машины выяснилось, что в ней ехали женщина с ребенком дошкольного возраста и водитель, от которого сильно пахло спиртным. При этом у 43-летнего местного жителя не было при себе водительского удостоверения. Проследовать же в патрульный автомобиль для выяснения всех обстоятельств мужчина не согласился и даже оказал сопротивление, в результате которого чуть не сломал палец полицейскому. Препятствовала работе инспекторов и женщина. Гражданин, в патрульную автомашину присядьте, пожалуйста. Пусть он сядет в машину. Нет! Он задержан, понимаете? Он задержан. Нет! У него усматриваются признаки. Алкогольное обвинение. Уйдите отсюда! Был направлен на медицинское освидетельствование, где у него было установлено состояние алкогольного опьянения. Составлен административный протокол на него. Транспортное средство помещено на штрафплощадку. Параллельно, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни в отношении представителя власти. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних дадут правовую оценку действиям родителей, ведь ребенок ехал в машине, которую управлял пьяной. Стоит отметить, что 30% всех аварий в регионе происходит именно по вине нетрезвых водителей. И хоть ситуация за последние пять лет стала лучше, тем не менее ежегодно в Иркутской области выявляют по 18 тысяч фактов нахождения за рулем водителей в состоянии опьянения. Есть на счету при Байкале и печальный антирекорд. Иркутская область по итогам 2020-го на первом месте в России по числу водителей, севших за руль пьяными повторно.